приветствуем и дорогие друзья также нового зрителя канала заброшена россия муха рассказывает о наших российских древнях и людях живущих них и сегодня мы находимся в деревне шевякова у колпьянского района орловской области как всегда будет интересно смотрите до конца поехали здрасте как же деревянская да чё ты в годецкой по делам на кладбище приезжал дом дай когда шевяков дает давно здесь не был и каждом к нему 100 лет не виделись жители здесь осталось то вот смотри я настрой а вот или по что дед нам к живой да и там еще желтый дом николай павлович 3 дома здорово 100 лет тазим каждый вечер можно видеть но я здесь когда был 100 лет уже надо вон там старик живет николай павлович с ним надо от тебя брать его он не пьет от тебе самому что он помнить а уместный да а сколько этому этому 87 бухта а этому нас 86 у того память я вот у него за пук за памятник заводы вот тут колодец на салфон х таки после войны остались вы две лотом 1 и там рисовки 1 блин даже я ниху потом дать доделал его память тут тебе досмотреть нечего тут не помню что ну конечно рун тогда больше желток побольше ну вот семь лет получает город дом китала вот тут соседи жили один мост от остался и нобель и мы пользуемся того него работа на чем видно все комбайн жонет мужики выпадают уже может сейчас где-то заехать пообщаться правда ну тут у делку спроси там там дочь его как он крепкий дед живет какому из них за их лучше давай крайнему к там не заезжай к тому может с тобой сходить и пошли давай я тут тебе привел журналиста хватит снять фильм о нашей деревне здрасте не ничего тебе не публиковали на газете ты по всему району ездишь да ну да это алексей а перед его живу я я помню сейчас минуточку да я сейчас да это зимой я в кутузове находил либо артиллерийскую вовшить убивали такие вот подковины зимние зимой убили и прям побросали но прикол хозьбы не побросали дурак там бросил стены я помню вот эти они были такие побольше у меня детки здорово не потолще вот этот шипы да не здорово заворачивается на закручивать да но это зимний вот такие они были здоровы потолще это мы не можешь под телево воду как уже картошки в этом году такой не было здорово и никогда не было на моей памяти и дождей много было смотри здорово еще есть больше даже ухты дарьба сколько тебе 8 6 до сядь куда я тебе он тебе кстати снимать будет вы получать родом отсюда коренные мои дяды и прадеды все тут жили каком году родились 936 войну помните помню все помню как первый немец пришел тот расскажите про войну чтоб запомнили первое на первое первый раз я его увидела заходит немец к нам в хату у шинели шинель по-моему зеленая была зашел стоял встал пороге и смотрите постоял постоял а мы все ребятишки сколько детей было у вас 5 5 все дома были упомянулся и ушел может начало зимы ну а что рассказывать за войну выгоняли нас всю деревню эвакуировали погнали в соседнюю деревню тут по туду всех выгнали мы сидели в погребе выгоняли полчаса немца отсюда угоняли да а для чего чтобы вы дома живу чтобы не мешали может из-за того что но мои были между группой они нашего группа я не могу ну и погнали нас приняла там одна хозяюшка побыли недели две а мать даже корову с собой взяла и на нее положила вещи понимаешь на себе сегодня унесет дым и маленький еще это зима была зима до зимой самым меньшим было три года 38 года простояли недель две наверное выгоняли дальше на челюски но через хутор димовое корова с нами как челюскин тудеревка ну это удеревка на радость челюски называли ну да я как-то больше как челюски да ну еще дан челюскин часто тудеревка ну идем через деревню хутор а там выгон а кругом дома смотрим идете на встречу нам с нижнего планта немец подходит мать корову за поводок держать мы тут все рядом значит корову надо забрать мать ну маленький что он там говорил на эту тему никаких значит разрешение от коменданта надо какое разрешение кто даст обратал и пошел повел к челюскину пригнали всех в клуб загнали клуб не отапливался вот мы там сидели а потом за этого клуба погнали на колпну на колпну и мы остановились деревне карлова слышал конечно да кажется нижняя карлова называлась охотенка была пустая такая как закутенка из кирпича но глиновидная ну какие-то добавить хас еще и мы там пробыли до сорок третьего года сорок первого до сорок первого года два года ваша семья полностью там жил да ну да наша семья отец делать будет отец на войне вернулся с войны вернулся уже после войны попал в плен плен он работал в шахте матери сообщили что живое потом сам письмо пришло с ним один был наш земляк вместе в плену были говорил что он живой в каком году вернулся отец начальная на 40-го года он там немного отработал в германии самой да нет он у нас уже на нашей территории уже освободили германия все наших пленных возвращали домой проверяли общем да да а на то что плену был ничего не преследовали ты знаешь как-то ведь сталин не признавал вроде как пленные у нас он стал как изменники родины почти что так проходили они через особый отдел все кто как попал понимаешь но он был ранен и отец и немцы подобрали после боя ну и все и погнали награды какие-то были у него награды на макар ну 100 году вернулся до внешне потом раньше довольно расслабо не могли отобрать допустим нету не оставили но это кто знаешь то что симулировал может быть возможно освободили по моему в августе нашу территорию еще бурьянов был заросшие хата раскрыта были бои ну а немцы а вот это вот соседнее село жали хаты греково до мать боялась что и и нас сожгут наш хату залезла и раскрылась у солому поскидала осталась голая без крыши и еще таки снаряд уводила у хату на потолок и мать прям от стенки перебил мы пришли начали восстанавливать мать все исправили до войны сколько домов прям здесь было наша деревня я насчитывал больше 60 домов да это я помню при мне удобно дому был а здесь клуб магазин были была школа скольжами магазин был вот он живет на этой территории амбарщик делал его дед его дед а почему шевикова называется не знаете я не могу сказать алексей ну короче шевикова это центр деревни а там вот за горизонтом там лесовка деревня ну как это было ну да это короче шевикова делилась на лесовку шевикова центр на той стороне до один дом пироговка а потом кулига ну да кулига это уже заброшенный это это тип как я не знаю фишка местные кулигой кулига что такое кулига фиг знает слышно раньше барские дома там кто-то жил здесь такие богатые люди поместья были здесь не было так более менее так управляющим ушки дожили нет такого не в городецком городешком был там по типу помещика там его дом был а потом клуб клуб на том месте но не на том а этот дом пошел под клуб а где находился на самом городе центре деревни там есть один дом на мой взгляд довольно зажилищные люди строили почему но это надо показывать объяснять какой за кем работали да я и в колхозе много работал а потом я медучилище окончил и работал фельдшером в общем в общем стаж у меня 45 лет и даже один месяц попал я под ветерана интерес получилось проработал тут своей деревне сказать соседней деревне там металл был городец участковой больницы работал фаш не ослышал конечно вот там она просуществовала но лет 15 примерно за а учились в какой школе старая что раскольниками фельдшерско-кушерский технику для таких училищ сколько детей сколько внуков у вас детей четверо один умер старший 62 года внуков семь и правнуков восемь где живут все куда разъехались но один дочь ярища живет сын колпне сын старом москве а внуки дома губкина белгородской области к себе не хотят забирать вас не хотите отсюда уезжать мнение хорошо здесь то что скучновато а так ну дом есть дом ничем нельзя заменить тем более я его весь построил собственными руками каком году шестьдесят восьмом году я зашел в этот дом шестьдесят восьмом году материал два раза у брянский ездил лес брат пришлось поработать до всю жизнь работа 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 него не было того года и там сезона или там неделю чтобы гулял или что каждый день находилась работа ночи на родину тянет да еще где я свою деревню никому что такое вспоминается самый счастливый момент киев жизни ну когда семья была сборе съезжались мы отмечали дни рождения ну ну когда рос детство это самое такое но самый счастливый день какой то первое вспоминается но что всегда детство вспоминаю вот что был сосед если мы дружили росли ну самое счастливое время я бы сказал когда ходил в школу это самое счастливое ну скажите вот это детство получается пяти сороковые пятидесятые годы до начале пятидесятых вот мне отец 37 года тоже шакова он говорил что штаны носили по очереди три брата надежда вообще не было сахар будет по праздникам только видели и все равно эти счастливые моменты жизни или раньше на это внимание обращали так она и проходила как будто так как будто так и надо ну так такая жизнь мало что чтобы делать упоминается что приходит там троица у нас троица это как престольный день ходили в лес мать сошьет там из и стрека трико было материал какие брюшки простенькие рубашку и вот это обнарядка была мы этим ура радовались куда-то готовится где проходил лимовской лес конечно там большой лес там вся молодежь со всех деревень округа толпа молодых людей гармошка на два круга было из каких деревень со всех ближайших хутор лимовое кутузова шевякова городецкая пушинка крутец деревня вот это вот грёхова болибинка тужинка луговой ну деревень было они все просыплюсь раз год получать собирались там да каждый вот троицу ждали она бывает по моему июня месяца но число переходе каждый вот а ярмарки здесь не проходили нигде ярмарки проходили а где городец городецком да интересно было много народ соезжалось ну собиралась ну тогда все-таки были люди был стол на стол подарок вешали вот смель всякие кто докарабкается подарочек ярмарка один день было до 111 пиво привозили раз год получать проходил да ну да зимой обычно время свободное это какие годы яблок там было базары конца 70-х но каждый год было регулярно сколтные приезжали организована а церковь городецком каком году разрушили вы не помните не застали нет нет до войны еще конечно нет говорят колокольни после войны может здесь какой-то был это довольно хитрым способом их рушил короче они как на четырех ногах колокольни стояли вот он подрубал одну ногу кирпича и ставил пень подрубал вторую ставил пень ну все подрубил не поставил с одной стороны обливает не соляк поджигает вот три колокольни так было разрушено так вот кирпичи интересно ушли все кауп кауп не по-моему развозили да да из них строили городецком ты чего-то из кирпича не помню чтобы здание какие-то были старого городецком нет а кирпичи здесь где раньше делали не знаете вообще кирпичи жили это в другом районе ливенский район для пляшкова пляшкова оттуда возили да нет на церковь жили в городецком кирпичи на пляшковые тут ну по слышала игрушка пляшковская игрушка и кирпичи такие пляшковские может покушал бы не спасибо спасибо скажите а что интересно рассказывали вот ваши бабушки там родители про старину что-нибудь про местные места тут какие-нибудь обычаи может рассказывали что запомнилось рассказа бабушек они же рассказывают что до революции тут был как люди раньше жили тут ну как жили вот люди у меня дед по отца воедине было у него лошаденка он ездил старый оскол за солью на санях зимой обычно любил хозяйство держал свиней потом купил усадьбу но но было вишни на усадьбе сад посадили было у него четыре дочери у деда и и сын мой отец ну сад еще до сих пор стоит там жизнь была очень тяжелая голодали голод сорок шестой сорок седьмой год ходили мы рвали щавель чтобы называлась кислица борщ соль у нас была корова корова была хорошая молока давала много мы этим молоком и выжили а ходили даже в соседнее село тут все порвали где расчет щавель а ходили за пушинку это километра 4 отсюда ну там еще еще был щавель какое-то время выходили туда но обычно картошки не хватало на трудодень давали если если урожайный год но где-то по килограмму а то килограмм не давали владель работы ну значит так это затрудать не давали во сколько трудных выработал допустим 200 килограмм зерна давали то есть за один день работы давали килограмм зерна да да а потом можно было не ходить работать нет всех заставляли работать кто не работал презирали не был не вырастал трудодни трудонорма называлась и это дело не поощрялась а как можно было успевать и в колхозе работы и собственных хозяйствовали как очень просто до работы после работы домой лишь бы что-то было косить то не давали вот допустим вот где-то можно скосить запрещали почему у колхоз у самхоз да зачем кормили животных тогда декорова ну кое-как вот люди значит и в лесу там что-то косили у самому самому давали норму особо не давали вот 10 куск комбайновских отмерить вот 10 тебе 10 еще больше ничего ну как выходили из положения ну ходили как сказать украдали а что делать скерди стояли пойдут вязанку свяжут еще и опять сторожили свекла была был ночной сторож ходил как бы смотрел чтобы там свеклу ну такой и днем был сторож чтоб колоски не не собирали пока копны связутся тогда еще можно идти собирать а так нет не разрешали тяжело было куда-то ну я помню даже вот картошки шкурки от картошек сушили а потом толкали уступе переталкивали и добавляли там что там мусишки может еще картошки такой свежей тёрли и пикали от них такая тошнота была моих тошнила она вредная ну и поэтому так и называются тошнотики ну что-то я слышал да про тошнотики да а потом прелые собирали весной где-то оставалась прелая но это уже хорошо было она как бы кархмалистая становится очистить перетолкнуть и и пекли эти вот самые ладошка ладошки да ну и как чтобы славно ели с молоком до добавляли яичку ну нормально было а потом ловили моллюску или по нашим раковушки ракушки такие да и кто же не это было за мое почтение это в соснении раньше бы да да вы с ним по деревне накопаешь помогать назад раньше их много был к ил ил вот эти ил они воде а сейчас наверно ни одной не увидишь час малый да есть наверно сейчас крышку не зови вкусно не были на еда да ну и может было сколько хочешь собирать наловить там даже очистить чтобы домой не тащить а самого тела это мясо домой поджарить это было деликатес это деликатес а еще были такие с молоком разрезаешь она еще как черный звук издает пищит большие не раньше были были вот такая вот голову от вида были маленькие рыбы много раньше был но и скорее ни во что не считали но рыбу без проблем можно было ловить резко не запрещали исключение по по брату идешь а и что я и скорее но но потом по норям ловили рыбу крутой берег а там подлазы руками 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 но это застал еще раз ловил на у него брат это профессионалы брат ловил налим попался раз налим он пакуш а ватки так вот каш наверно их нет нет уже дурает заплывали заплывал было либо и под камнями на бородах папы назывались рыба такая сейчас не сейчас не выйдешь как гладкий пескарь да вспомнил да 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 что-то дальше посмотрим тут вот на это кто вот старший сын вот рядом он умер это вот ваша жена да да я смею рядом а это вот фотография маленькая жена моя и свинишка а вот мы так на троицу в шляпинском лесу были вся ваша семья на молодежь и дарова моя женушка вот это вот сын покойник жена там уже 15 лет а потом ухо к рисунках вас внуки туда постарались для этого науки красота моя жена а это вот фотокарточка я своей женой корреспондент приезжал и у нас фотографируем мы занимались фермерством надо было одет напечатать и вот из газеты вырезку сделала невестка давай друг удачи спасибо большое за рассказ тебе все получалось лада освещает нашу жизнь еще прошлое за это спасибо чтобы хотели сказать молодым пожелать чтобы они родители помнили почитали вот так старость надо уважать ясно так что вот остался один никуда не хочу ехать ладно всего хорошего счастлива до свидания гуси уже дома закрыты открыты конфеты возьму чай новому году подарочек спасибо на машине гоняете все это есть без машины его брат чистить дорогу я тут прочистил был честно все техники гоняется нет этого фермера а там что по новее это другого но они между собой и родственные родни да пусть используется работает машина уже пушить белую машину по форм интересно ух ты себя так и даже не видел интересно так и не звусь а роды смотри честь я знаю как он был набивал оба сядом и ездил стопки огромные ну стручка появится я бы здесь я взял бы я старый машин там собираю запорожцы газончики спешат 1 1 старый заброшен дом зайти а ты мне вообще жалко не был чуток вот не пьющий работящий повидал пищи не по-другому выглядит у вон домик старый интересный ух ты уж не интересность рома современный старый чемоданчики светильник и кто получает жил четко наши на номер на живая переехал просто когда отсюда уехал давно потом сын печка интересно интересно можно сказать старый еще картин казаки ух ты вот красота такая раритета кандаре 88 ух ты вот эта красота все интерес такой старый все обалдеть а вот это да как вот можно тут жить а не жили дарюкать елочка даже осталось интересно это целью печетку выбрали кухне было интересно и нет без людей это все вот еще чуть-чуть походите на и завалится все табаку красота ладно спасибо вот и фильм получился заехал случайно я слон до апреля все поехали все покидываю уже уезжал и узел тут в кустах еще один домик кажется здесь давно не живут здравствуй я там дома здравствуй я там дома ух ты успугался сначала услышал шорох какой-то и подумал кто может в доме заброшено быть так фонарик у меня тут кончаются освещение плохое сундуки какие-то ящики да давненько тут не живут все раскурочено кухонька грибочек интересный из чего все разобрано ух ты орловский часовой завод интересно мне кажется 20 минут не живет ух ты интересно как будто за столом недавно кто-то сидел еще сидели и что-то обсуждали 6 человек интересно что-то обсуждали снежок кто-то из детей елка по календарям не видно сколько здесь лет не живут в общем такой домик так вот так вот у нас копны 2003 год 20 лет здесь никто уже не живет так вот последний домик на сегодня ну что друзья вот такой у нас получился фильм надеюсь он вам понравился как всегда поделитесь своими эмоциями и ощущения в комментариях а если возникли вопросы обязательно напишите мне в соц сетях ссылки на них вы увидите в описании этого фильма до новых встреч мои дорогие пока